всем привет с вами редмонд и дизайнс и сейчас мы проходим lost alpha все в принципе как и обычно сейчас мы находимся в пещере греха для того чтобы отдать им информацию которую они у нас так заказали из лаборатории x-17 нашел бандитские документы да вот они у отлично ах да получил застать информацию с компьютерной лаборатории да все информации которую вы хотели у меня с собой хорошая работа сталкер начинаю тебе доверять так что радуйся если тебя еще одна работа если захочешь пришла новость секретной лаборатории под заводом ростока в этой лаборатории содержатся документы имеющие отношение к нашей проблеме надеюсь для нас мы будем перед тобой в долгу ах да снаряга твоя вон в том глобом ящике хорошо буду успокоен берусь то есть нам сейчас нужно будет топать на завод росток который сейчас находится почему-то левее кордона но я так понимаю это раньше было в билдок задумано ладно только еще по пути нужно скачать будет в пар и отдать документы бармену или петренко не знаю кто и там из них просил их все забыли но почему забыли не знают то петренко просил то бармен просит фиг знает вообще он сказал браторе кстати на забудь документы для меня и бармена опять блин через ползоны перейси ну ладно пешком блин понятное дело я даже не знаю как отсюда выйти вот мы попали вот сюда в эту пещеру отсюда ва и небось сейчас отсюда и выйти было бы хорошо но я не знаю как я сюда попал я просто шел что у меня вырубили а тут оказался то есть это понимание нужно опять тут выходить потом вот так идти и выходить уже в темной долине а потом переходить в бар но это будет опять очень долгое ладно продолжим уже в баре ну вот мы собственно и в баре и вот ради вот этой катсцены мы начали здесь они у самого бармена ну так классно его обыскивает прям руки в него запускает мало ли он наркотики провез в своем теле как я раз читал где-то или смотрел новости чувак на таможне спалился с тем что у него пакетик с наркотиками был привязана к зубам а самом желудке был пакетик этот но потом он порвался и он вздох от передоза вот так вот по жизни удачи ну да зачем нам это показывает зачем нам показывают ну типа такой придурок чтобы мы поняли как все трагично смотрел такой поиск как будто его в угол поставили наказали за убийство двух бедных сталкеров кстати надо их обыскать 90 рублей богатенький ну да кстати смотри полностью нормальный не сломанный берем сейчас продадим вал или как он тут называть фиг знает тоже волда тоже полностью отличный господи это что зубы да давай рассмотрим поближе у него смотрю у него прозрачные глаза то есть там видно что сзади я не вижу мне он убей его что-ли поможет и дни на река он бессмертный не стал живым просто так смотрю какой он бедный прям его жалко у него вроде бы желтые глаза но там я вижу что сзади мы просто прозрачная башка походу и он безымянный он как герой в ночи он коричневый гнилой плащ ладно пошли не хочу рисковать о господи это без жорику билли какого там зовут охранял в доме стоя валяется наверное да нет не может быть лёшка буратино не знаю охотник нет помогут тебе не хочу не хочу тратить аптечками их так сегодня две там три не помню сколько бармен вообще бармен цикло какое-то что-то произошло что-то ты бледноват до самому бы знать был тут странно какой-то тип плаще зашел он недавно в бар и давай тут все пулями поливать как из лейки а потом пошел заднюю комнату и блин петренко все обоим его скотина высадила а его даже не задела у нас повалил на пол забрал петренко дешифратор и спокойно вышел вот так запросто был здесь и миг исчез ох старый я стал таких напрягов дешифратор зачем он его взял не знаю но он явно не хотел чтобы мы о нем чем-то узнали а непонятно что именно спросил петренко и смотри мне меч на если это как связано своими делами если это не монолитский головорец то клянусь ко мне это никакого отношения не имеет отдышись и поправляйся ну блин понятно что это грех хотя бы по его одежке одежки . если это не монолитовский значит к нему отношения не имеет а если монолитовский она сюда понятно типа пришел мстить что ли ну да вот с грехом как раз больше связано полковник у меня есть ли те документы за 17 интересно кое-что из этого я уже знаю но есть иного подробности я уверен воронин ими заинтересуется есть еще один зашифрованный файл который я пока не могу открыть тем оборудованием которые у меня есть связи с тем небольшим инцидентом о котором теперь сказал бармен клянусь этот парень точно один из греха эти ублюдки дорого заплатит но как бы там ни было заголовок файл указывает на то что он как связано с начальством x18 я постараюсь заставить на у дешифрат расскажу тебе что накопаю попозже а если мне вообще удастся найти нового в этой проклятой дыре так что не очень рассчитываю все равно хорошая работа сталкер вот вознаграждение хотя это не все бармен сидр еще помощник арни раздобыли тайник с информации стрелки не о нем самом а дружках его ты все что они смогли найти и то есть мне нужно забрать что-либо у арни лишь какое вознаграждение никакое походу никакой работаем за еду за идут не работаем да блин я-то думал что будет выбор отдать документы ну точнее информацию которым специально для греха взяли я думал что будет выбор отдать их петренко еще это думаю может быть мне побольше заплатит а тут вообще ни за что не платит черт этот товарищ точно любит анонимности но теперь у меня хотя бы есть новые ниточки хорошо значит я перешел информацию в группировке на топ и да еще тебе полезно будет знать что я смог раскусить систему старой шифровки который используется всех лабораториях последний раз пароли были повсеместно заменена топ secret блин а так назывался один из документов которые мы нашли может сможешь дальше чего-нибудь нарыть если захочешь спасибо ладно то есть у нас новых заданий от него нету значит нам нужно идти завод росток и выполнять задание для греха опять на них мне это надо не знаю зачем я подписался не не тот не тот не платит самое интересное то что петренко ненавид грех и мы еще работаем при этом на грех возьму такие двойные агенты получается но выбора мне кажется как раз бы не было отдать кому-либо эти документы то ли греху то ли петренко потому что наверняка это сюжетная работать на грех но раз на задание нового не появляется только единственное это добыть информацию для греха значит это сюжетная все-таки каким же образом у нас у нас удалось накопить 39000 я если напомнить какое-то задание сюжетно заплатили так это только за самый первый добыть артефакт для сидрича нам тысячу отводы все гонит на сидрича что он такой жадный платит нормально именно это единственный человек который не поскупился блин хоть сколько-то но да ну чё продадим выверт понятное тело радиации плюс 3 купим тогда брема рударейка вон блин лишних фигал давал продам и вот этот автомат зачем а ну да один из этих тогда вот этот продам 8000 будет еще у нас противоедия вот антирадо обязательно и все а может быть еще купить энергетик конечно все три нафиг бери ну ладно все что ли вот самое главное это антирадо сейчас опасаться вот я где-то читал что дальше будет просто какая-то пещера но не пещера подземный комплекс который будет фонить постоянно она там бегать и бегать как по лабиринту целому то есть она антирадо наверно надо 100 накупить я не знаю то есть сейчас лучше продавать все подряд и скупать первый попавшийся тиража жажда учу гол то есть да ладно вот то можно подождать зачем продал ты его сушил бы сейчас голод живет да ладно он у тех трупов может быть валяется до сих пор сидит тут точнее стоит вообще находится самое главное то что он тут находится и до сих пор не ушел тут нафиг долг хоть тут везде долг вот и например он мимо проходил когда он начал душить твою мать вот это life крутой сначала перебили нахрен всю бандитскую группировку когда находится на долине не хоть бы хны мне кажется что мы сейчас также с таким успехом можем и долг перебить главное чтобы с ножа ну да фиг знает у нас получится нет зато мы дофига денег насобираем если сейчас перебьем но дал крутые чуваки не жалко их на крутые конечно крутые вон своих не защищают ну блин это это не их вина это вина разработчиков либо система а лайфиг знает мне кажется за это был скрипт так что за этой система лайф не должна отвечать я так считаю это было просто не проработка вот где-то еще прочитал что тут где-то уже быть воронин и можно ступить в долг и вот я сейчас хочу найти его попробовать ступить ну это просто мне кажется дополнительная ветка для заданий дополнительных то есть почему бы не тоже можно поуполнять держат подзаработать деньжат конечно но они-то нам наверняка заплатят а вот он воронин приезд у меченый бармен несете я рассказал о твоем деле с этим стрелком и о том что ты для нас делал я воронин лидер долга может здесь смотреться но не доедай нам мы тут не любим пьяниц и пуйных так что даже не думать открывать огонь если не хочешь предстать предсоздателем а создатель это кто завтим что ли я хочу вступить в ряды долг блин на главном на нас он гонит а остальные тут разгули свободно и убивают долгоцев как хотят интересная мысль петринка мне много тебе рассказал как сильно ты нам помог с получением документов в лаборатории x18 они занимательные меня мягко говоря нормально занимательно я до них жопу рвал они как минимум очень полезные они занимательные он так говорит о них занимательно бесплатного собирается их читать пока ты ниток будут собирать себе в туалете и одно время читать как газету их занимательно потом ему жопу вытереть Заниматель, это важная информация о зоне, сколько ты хочешь, в смысле, сколько ты хочешь. Думаю, что смогу снизить твой взнос наступление долга до 4 тысяч, но тебе придется выполнять для нас одно важное задание. Мне нужно отправить вот эту посылочку одному из наших малыших офицеров неподалеку от завода Росток. В смысле, неподалеку от самого локации завода Росток или в соседней локации, потому что мне, как раз, сейчас туда и нужно идти, я мог бы захватить. И да, сейчас нелегко приходится позариться, нужно саряжение. Доставишь без сучка, без задоринки, в полной сохранности для меня это будет достаточно, чтобы тебе доверять. Сможешь ты для нас сделать? Я сейчас вспомнил, короче, в каком-то классе младшем читал какую-то книжку, ну, как обычно на литературе, там, читай ты, читай, короче, вслух перед тем классом. Я, короче, без сучка прочитал, без сучка. Я это помню. Как мне было тогда стыдно. Ну, вроде бы не обратили внимания на это, типа, ладно, пофиг, прочитал, не буду на этом застрять внимания, читай дальше. Мне нужно об этом подумать. Ну, что, берёмся тогда, да? Ну, смотри, он снизит твой взнос на вступление до 4 тысяч, а начальная цена какая? Может быть, блин, 4,5 и проще заплатить на 500 рублей больше, чем... Не, вряд ли, ты чё? Фиг знаю, сколько здесь начальная цена-то. Ладно, бери, всё равно по пути мы там, уж не сложно будет. Нам ещё плюс наверняка заплатят за доставку саму. Надеюсь, очень надеюсь. Нам тут вообще не платят, мы как таджики работаем за... За ни за что. За то, что мы вообще тут находимся. Конечно, я скоро вернусь. Тем более, если что, я могу воспользоваться этим самим, правильно? Нам вообще хватит? Блин. Вообще перевес получается. На хер я тебе глаз плоти, например, да? Я сейчас продам его, господи. Продай вот эту вот вспышку или чё-то. Ты чё? Вносность плюс 10. А, туда её тогда поставим. Но вносность, наверное, влияет на скорость, а не на переносимый вес. А, блин. Я тут думал, у меня так много завтрака туриста, а это он дал нам только что. 10 штук. Хотел продать уже. Ты можешь... Блин, это же всё, это крупное. Смотри, это 5 килограмм вообще весит. Вот это я оставил для того, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Получено входит трансмутации. Я где-то читал на форуме Lost Alpha, что можно производить какие-то трансмутации с артефактами, то есть селекции какие-то, убирать радиацию. Вот вообще, мы будем этим заниматься? Не знаю, если нет, это будет бесполезно для нас, то лучше продать его сейчас. Вот этот артефакт. Ну, что ещё? Вот новеллы, блин, килл-кило весит целый, блин. А вдруг она нам по сюжету понадобится? Это, которому встанет. Мне кажется, его никто не купит. А висит сюжетный, он даже не отображается, когда мы торгуемся. Да вот тогда нафиг водку продадим, лучше антирады будем скупать. Килограмм уже считай нет. Тем более он так, этот, слишком сильно шатается. Да, и мало снижает. Нафига, без молитвов. Да, вот тогда так сделаем. А, ему вообще хватит. 500 рублей. Ну, в принципе, за бесполезный артефакт нормально. Ну, сколько у нас сейчас там? Ещё килограмм надо бы сбавить, желательно. Всё говно мы сливаем. Он рада. Вот, а да, я продам бинты, да? Бинты 010. Бинты 010. Ну, всё равно хотя бы... Не надо, он бинты нужен. Патрон, у тебя 466 штук, патрон нужно продать. Один рожок. 466, зачем тебе столько-то? Ну, можно нас продать. Да у нас, смотри, у нас есть артефакт, который кровотечение на минус 10% снижает. Ну ладно. Нет, ещё... Да ладно, продаю я эти грёбные бинты тоже. Да и бинты нужны, лучше артефакты. Я тебе только сказал, артефакты лучше будут. Знаете, артефакты, они постоянно действуют, а бинты-то одноразовые. Ну ладно, хочешь. Патрончики можно продать. Патрончики. Вот эти по 4 штуки. Нифига нити. А, они 0,5 килограмм, да, они вообще ничего не весят. Смысл у них... О, смотри. Почти. Нет, да, нам вообще нужно продать ещё одну очень маленькую вещь. Ну, продай вот эту вот, 4 патрона, да, вот этим вот, ПВП. Сейчас там главное по пути ничего, ничего, прям ничего не брать. Всё нормально, можно теперь валить в... Куда оно там надо, на завод Росток, да, Весь? Ну ладно, ну ладно, то есть, опять-таки нужно идти через ползона, то есть там и начнём. Вот мы на заводе Росток, вот так он выглядит, вот там вдалеке завода, я так понял, а это окрестности, где живут рабочие. Я так понял, что раньше это была отдельная локация, потом она только стала частью бара или дикой территории, не помню. Ну, на этой локации, по крайней мере, билдовской никогда не было, так что мне будет интересно заценить её, побегать, поисследовать. Хотя, в принципе, разработчики Лос-Альфа вообще ничем не заполняют, пустые дома, никакими тайниками, ничем, чем можно было бы разжиться. Просто не бывало цена пейзажей разрушенной декорацией. Ну, с такой-то светлой погодой как-то не очень хочется. Ну, тут просто зачастую светло, а вот был бы хотя бы вот так, по крайней мере, всегда с такими тучами, было бы нормально. Кстати, в начале локации нам написал бармен, чтобы мы помогли лидеру долга на этой локации. Это вот оказался он, Дима. Заодно ему и нужно отдать боеприпасы, которые мы должны были нести с бара, чтобы вступить в долг. Я пришёл по поводу припасов. А есть такой воронец, сказал мне, что отправил кое-какого новичка. У нас тут ситуёвина полная, плоти, кабаны, собаки, твари непонятные, военные. Столько навалило, чтобы из подкрепления не разгрести. Хотя бы припасы получаем каждую неделю, чтобы выходить из ситуации как положено. Ты принёс патроны и припасы? Да, вот, держи. Спасибо, мужик. Я уж не знаю, как бы мы тут справлялись без них. У нас тут и раненые есть. Так что им припасы нужны позариться. И сейчас же доложу полковнику, что ты хорошо справился с работой. И теперь поговорим с ним насчёт задания бармена. Я пришёл по вашей проблеме. Привет, сталкер, что можешь предложить? Меня сюда отправил бармен, сказал, что у вас тут какие-то неприятности. Так и есть, ситуёвина. Кажется, это его коронное слово. Я уже потерял троих из числа лучших бойцов. На нас нападают странные мутанты. И вылезли они, скорее всего, из подземной лаборатории, что неподалёку. Так что мы заперли туда вход. Чем я могу помочь? В общем, экологи нам смешали смертоносные коктейли из отравленных газов, чтобы убить этих гадов. Но только не сработало. Нам до сих пор слышно, как они иззывают. Кому-то придётся надеть противогаз, сходить туда, чтобы восстановить обстановку. Я так понимаю, что именно здесь, где уступаю я. Так ведь? Уговор такой. Берёшь противогаз, захочешь туда и вальшь всех этих тварик, что там остались. Где-то четырёх. Мои ребята видели их на стройке у нашего штаба. Верни мне ПДА троих погибших бойцов. А я же тебя найду, как отблагодарить. Слово долго. Откуда мне взять противогаз? Сходи в ближайший тоннель к экологам. У них точно должен быть. И я тебе сброшу координаты. Хорошо, я вернусь с ПДА. А что там за тварь, он так и не сказал. Ну, вроде должен был бы... Ну, как бы там написано, что он ветеран. То есть, по сути, он должен знать всех в лицо. В кого? В блядь, не такой ужин ветеран-то. Это Диман. В кого в лицо-то? Мутантов. Ну, в морду. Ну, может быть, совершенно новые какие-то. Он же сам сказал, непонятные твари лезут из подземелья всякие. Ещё интересно было, что бы было, если бы ты принёс не 10, грубо говоря, бана консервов, а 9. Например, съел бы одну по дороге. Да, мне кажется, диалог бы не появился. Просто сниму всё об этом. Ну, где-то я помню, что такое было. В оригинале, по-моему. Там тоже нужно было доставить припасы. И не наёмникам, по-моему, как раз, которые были в припесе. А, нет. По-моему, не им, а другим. Там нужно было принести тоже какое-то определённое количество припасов. И если ты по дороге то ли потеряешь, продашь, съешь, ну, или используешь, то просто диалога не появляется, и всё. Больше ничего такого. Хорошо они тут устроились. В вагончиках. Да, которые радиоактивны, наверное. Да, должны были быть. Они в таких костюмах, им-то чего? Приветствую сталкеры. Чем я могу помочь? Дмитрий издолго сказал, что у вас может быть для меня противогаз. Так, значит, вот тот безумец, который надо отправиться. Что ж, вот он. Он уже старый, и длительную защиту обеспечить не может. Блин, хотя бы костюм один своих дали. Ну, потому что вот тут сидеть в безопасности, а мне придётся идти туда. Зачем им такие костюмы, если они ничего не делают? Ну, блин, ну, а они высокопоставленные люди, им нужна полная безопасность, наверное. Для этого задание подойдёт. Обращайтесь с ним осторожно, потому что другого у меня нет. Не задержитесь там, и всё будет в порядке. Спасибо. Так, а чё он нам дал? Офигеть, такая маленькая иконочка. Даже не понимаю, что это противогаз. У меня такой же противогаз. Вон, висит. Куда ты его делал? Погоди, стой. Я так понял, он использовался. Ну-ка, посмотрим. Используется он, на самом деле. Нет, нифига. Но я надеюсь, что это подействовало. Как пилюль какая-то. Ну да. Я говорю, у меня такой же противогаз. Вон, висит. Там за туалетом есть такая дверь. Где там у меня швабра валяется и всё такое. Там противогаз отвисит на всякий случай. Ведь в нашем городе нет метро. Если что, приходится спасаться. Одному человеку может. Вот таким вот способом. Она, кстати, не туда бежишь, походу. Стрелочка-то куда тебе идёт? Эта стрелочка стопудов идёт на бар к Воронину, чтобы поговорить с ней насчёт вступления. Надо. Смотри. Только сгореть. Да нет. Наверняка нам сюда надо. Куда же ещё? Ну да, вот на переход, видишь? А, да. Только вот как зайти тут, непонятно. Метрополит. Откуда он здесь? Не знаю. Ну, может быть, начал строиться, фиг знает. Ведь, тут ведь по сюжету под зоной отчуждения же строились всякие туннели, которые соединяли между собой к лаборатории. Тут как-то непонятно. Рельсы стоят слишком близко к жилым зданиям. Такого же не может быть. Да нет, может быть. Например, слишком близко. Хотя бы, блин, в этом... Это ещё было. Они типа его на место поставили. Чуваки, он идёт, идёт, давайте всё по своим местам. Все декорации начали расставлять. Погладил его. Как ещё? Второй рукой. Пояс пощупал, наверное. На руке? Да он, наверное, сгнил, просто был противно к нему прикасаться. Нет, есть такие. Ну, например, помнишь, когда Человек-паук останавливал поезд во втором фильме? Ну, так, блин, там не такое расстояние. Да всё равно прям... Тем более, Нью-Йорк... Твою мать! Как мы его вообще не заметим? Мы его заметим. Блин, а увидишь, что меня мочат? Зараза. Это ветеран-кровосос, наверное, какой-нибудь... Сколько он на него выпустил на этот раз? Да, может быть, патронов 12-13. Так вот, Человек-паукат, это же Нью-Йорк. Там здание стоит на каждом углу. Понятное дело, там некуда поставить это метро, поэтому между зданием приходится прокладывать. Тем более, это было не метро, а что-то аналога трамвая. Надземка называется эта вещь. Да, ну, я не знаю, как называется. Тут что-то стоит указатель посередине. Только тут ничего, нет, только если подзимали. Ладно. Вон, ещё два трупа в том здании, значит, там туда надо. Там, типа, думаешь, там до сих пор орудует кто-нибудь? Кровососы с моим домом. Ну, сказали же, в воду всякие черти. То есть, это я так понял, кровососы. Ну, он же напал фонарик, мне ничего не видно. Да, вот так вот, гораздо лучше. Ну, он сейчас разрядится. Где батареек куча, вроде. Ну, да. Но у нас есть ещё ПНО, на всякий случай. Так, тут нету. Поднимайся, значит, выше. Да, нам вроде в лабораторию попасть нужно, или как? Он сказал, что они запечатали. Я так понял, что они запечатали ту лабораторию, которая нам нужна. Ну, вот именно лабораторию. А что мы делаем на втором, нет, на третьем уже получается, этаже. Так мы ищем ПДА, он же сам сказал. А, да, ПДА, то было. Ну, то есть, хренеть. О, я уже его слышу. Кого? Кровососе? Вот он, родимый. Да блин, он сквозь меня прошёл. Чёрный какой-то ещё. Ты чё, расист? Блин, какое-то делает? Сквозь меня проходит. Слава, успел. Я уже, наверное, на него пол своих патронов выпустил. И он исчез куда-то. Он ранен уже, наверное, ходит. Хренеть. Эй! Я вообще с тебя хотел щупальца содрать, урод. Он, наверное, так и не вышел из инвиза, когда сдох. Забыл. Уюток. Трос. Ушел, наверное, ранен. На самом деле, Кровосос может озабыть, выйти из инвиза. Да нет, он перед ударом всегда выходит. Так, ну, ПДА-то просчитай, там можно ему что-нибудь сказать с ним? Да нет, наверное, там наверняка будет написать ПДА. А я, вот эта разница. ЗСОУ. Это типа долг, что написано таким вот транслитом. Погоди, почему один... А, да, вот штука один ПДА нашли. Хотя уже три трупа обнаружили. Вот еще, вот третий как раз. Еще один ПДА. Вот он что-то говорит. Кто он? Ну, в ПДА, да, типа голосовое сообщение, он по-английски что-то базарит. Вот еще один. Он говорит типа уходите отсюда. Господи, какой кошмар, Кровососы напали. Да блин, нифига, ты на свою жизнь бы увидел, обосрался бы. Вот, кстати, слышно, как он с ним перестреливается. Он такой, ну, так трагично вообще, по-актерски. Да блин, приди сюда уже. Он сам тебя боится. Видишь, он уже видит, заметил, что ты убил двоих его братьев. Братьев, они как дагестанцы, что ли? Тоже черные волосатые. Пасти где-то так же. Да урод, да приди ты сюда уже. Он еще нормально шел. Взял на заметку, что ты охотник. А я на него уже всю обоину выпустил, ублюдок. Да ладно, да, оставим его в покое. Ты когда нужно их убить, ты что по заданию? Ну что ты тупишь-то уже, какой раз. Ты вообще что не следить за сюжетом? За сюжетом, может, и за заданиями, знаю. Какая разница, задание составляет сюжет. У него, блин, нет ничего. Наверное, уже все в кашу превратилось, пока я у него целый бой мог выпускал. Ублюдок. Блин, еще отлично, я еще свалился, чуть ноги себе не сломал. Еще жрать хочу. Ну а где третий? Ну вот такая вот западня. Там вроде три трупа было. Так у одного из них ПДА не было. А, даже так. Блин, тут еще выше похоже надо было строить. Хм, может, перекусить, ты задрал ты уже жрать. Можно было еще. Я, конечно, понимаю, что это все для реалистичности, но не так же много. Ты как... Я теперь понимаю, почему он так медленно бегает, потому что он, наверное, уже всю жопу отожрал. Действительно. Хлебушком-то прям можно прям поползть этим. Не по-детски. Ну там хлебушка жрет с колбаской. Ну это я его так кормлю просто, потому что диету уже надо сажать, это ублюдка. Блин, ну и... Где третий? Может быть, там нужно ПДА вокруг того трупа. Может, под трупом он заспавнился. Ну друг, так может быть, случайно. Да-да, надо перезагружаться вообще. Ага, так тут труп можно попинать там. Наверняка на это не было расчет, значит, нам нужно еще кого-то найти. Как выше там он лестится, если... А, там был, да, вроде. Нет, я там не был, но... Пометку от трупи тут не появилось. Вот, еще выше. Смотри, там вот еще кто-то есть. А, это он есть? Получается, я у него не нашел, что ли, чего-то? А, это тот зеленый значок, который стоял тупо в середине. А, да. То есть, ты прерываешь стрелочку. Нижний. Да, типа, нужно вниз идти. Вот тут, смотри, вот дома соединены друг с другом. Может быть, туда надо фиг знать. Я думаю, что это специально сделано. Найдите противогаз. Даже противогаз, типа, не надел до сих пор. Ты надел. Ну, а почему тогда надпись? Или это у меня одного? Да, она что-то зависла, я не знаю. Мечный. С тридцейлером. Долгак? Я ошибаюсь. Долгар. Ну, ладно. Бывает. На самом деле. С кем не бывает, правильно? Где мы ничего не пропустить, вот я думаю. Просто, действительно, ничего не пропустили. Просто не нашли. Нужно дальше. А может это, кстати, так и задумано, что, типа, ой, ну, как бы, нету КПК, всё. Ну, вряд ли. Задание тогда появилось. Пойти, доложить о том, что не все нашел. Так это сейчас куда, например, буду просто ходить, смотреть на миникарту, пока не поестся серая точка. Попробуй попинать этого. Да. 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 Твою мать. Завод так по себе больших размеров, то есть тут бегать можно очень долго. Слава богу, что хотя бы есть пометки о трупах на миникарте, на чему мы тут могли бегать целую вечность. А ведь кто-то играет по хардкору без неё. Да никто по мне не играет. Что значит по хардкору? Она вообще-то от уровня сложности не зависит. Ну, имеется в виду, чтобы... Как в метро, там интерфейс же убирается в зависимости от уровня. Ну, например, грубо говоря, в каких-нибудь модах, например, есть такая функция. Ну, я, по крайней мере, такого не знаю. Там, похоже, переход в Х-14. Нам пока туда рано. Ну, всё равно запечатан. А, вон, смотри. Видишь там всё? В зелёном дыме. Он сказал, нужен противогаз, чтобы не попасть в этот... В газовое облако. Значит, нужно туда. Ну, раз он говорит, что нам нужно там проходить. По этим местам. А, вот серая точка красная там есть какая-то. Видишь? Да-да-да, значит, он... Да ты урод, что ли? Что? Я, похоже, слишком рано противогаз наделал. И чего? Ничего. Чё, он подыхает? Похоже, да. Ну, блин, тогда напролом. Да уж точно, напролом. Ну, попробуй. Только если перезагрузиться, иначе тут уже с ненадёбным противогазом. Да нет, попробуй сейчас быстрее побежать. Нет, даже... Он даже медленно идёт. Слабо. Того какого. Да, ведь нужно не только ещё найти этого чувака, но нужно и убить всех кровососов. Да нет. Бесполезно. Да, короче. Придётся перезагружаться. Всё, да. Ну что, может быть, на этот раз прокатит противогазом? Мне кажется, у него просто было ограниченное время действия. Наверное, из-за этого мы так лоханулись. Сейчас-то вроде нормально проходим. Только, блин, ничего не видно. Вроде они говорили, что они засовывали этот самый газ в подземную лабораторию, подземную туннель. Ну, это подходы, наверное, к этой подземной лаборатории, к её входу. Только тут вообще реально ничего не видно дальше. Автомата. А чувак-то вообще на первом этаже находится, или нам нужно полезть и подняться? Да я вообще не знаю. Вон там, слева точка. Да я вижу, я хочу к ней подобраться. Но не знаю как. Вообще непонятно. Так на лестницу попробуй наверняка там. Может быть здесь. На втором этаже. Может быть в комнате. Сейчас посмотрим. Не скучу. Значит, наверх, наверное, надо. Или даже вниз, фиг. Или даже вообще обойти. Это плохо. Как бы на улице можно. Попробуй давай наверх. Не видно. Ни черта просто. Фонарик-то может быть вам уже? Да нет. О. Ну слава богу. 20 рублей. Нормально. Сейчас уже... А, рушку-то возьми. Да нет. А, у нас же... А, нет. Мы как раз отдали. У нас... Погоди. Задание одно вино без красоса, значит... Значит... О, всё, отлично. С этим побыстрее вышло. Возьми рушку-то. Рушку-то. Продашь её потом. Да ладно, не хочу даже с собой уйти. Всё, значит, выходим. Нам сейчас... То есть надо бежать к долгу, да, ведь? С тридциллером долга. Димки. Ну да. Так. Найти секретичную лабораторию. Доставить документы. Но я надеюсь, что они выкачат весь газ, когда я вернусь сюда в следующий раз. Надеюсь. Или придётся покупать. А где? Они сказали один, у них только и всё. Не противогаз, а этот... Севу, например. Да нет, уж точно нет. Такого не может быть. Сколько вам стоит? Это дорого, наверное. Не наверное, а дорого. Но насколько дорого, я не знаю. Вопрос сейчас сорок царей, не так уж и мало. Может хватить. Сорок шесть у нас. Даже сорок шесть. Ещё плюс четыре тысячи будет потратено, чтобы вступить в долг. А оно нам надо? Не знаю. Ну, может быть, окупится. Наверняка они дадут нам ещё и броник свой. А он нам нужен? Не, не знаю. Он, по-моему, на немного лучше, чем Заря. Ну, не Заря, а комбинезон сталкера. Он называется Зовклипси, называется Заря. Ну, это, наверное, он и есть, я так думаю. Заря. Блин, тут энергетик, по-моему, единственное, что восстанавливает это на один раз. В смысле? Ну, он не действует какое-то время. Он просто восстановит до конца полоску и всё. А, то есть он не на восполнение сил, а на сами силы. Просто силы плюс то, а не в восполнении сил, грубо говоря. Ну, кстати, может быть, да. Вот видишь, они же восстанавливаются с такой же скоростью, когда опять кончатся после принятия энергетика. Ладно. Я пришёл по вашей проблеме. Я и сталкер, вернёс, мне подай всех мутантов убил. Все мутанты мертвы, вот, подай твоих людей. Благодарю тебя, брат. Теперь мы можем спокойно вернуться в свой штаб. Газы мне сейчас сжат в фильтр. Ну, слава богу. Есть ещё одно действие, которое нам нужно сделать. А, конечно, что за делится? Блин. Так вот, мы считаем, что в лаборатории внизу всё ещё может находиться лобо этих мутантов. Ну, значит, нам по пути, ну, слава богу. Спустись туда и зачистить это место, заслуживая расположение элиты долга. Это я гарантирую. Годится. А ключ у кого? У нашего лидера ключа, Петренко. Блин, охренеть. Если тебе нужен, тебе придётся встретиться с ним в бар. Я отправлю ему сообщение, скажу, чтобы ждал тебя. Спасибо, до встречи. Разработчики совсем наглые, больные просто. Опять бежать в бар? Господи, я сейчас с ума сойду. Ну, слава богу, что они хотя бы задание дали по пути. То есть, нам нужно и так в лаборатории ещё плюс там найти документы, зачистить логово кровососов. А не где-то там, блин, ЗЧС. Ладно, придётся... То, что сейчас мы пойдём к Петренко. Не сейчас, то есть, сейчас перестанет... Ну, серия закончится, а в следующую мы, скорее всего, будет уместно начать прям уже вход в лабораторию. Да нет, я думаю, мы сейчас запишем, прям немного это займёт, диалог с Петренко. И в следующей серии уже будет около входа в X14. Так что я сейчас начну уже в баре. Господи, наконец-то мы добрались сюда. Мы, наверное, для перехода за кадром тратим больше времени, чем на само прохождение. Да не наверное, а так и есть. Причём намного. Эй, я не понял, аж тебе отдал все документы из X18. Спасибо, кто произошёл сам себя, сталкер. Ну, отлично, нам вообще что платить не будут? Обычно даже себя постоять не могут. Спасибо в карман не положишь. Им пользуются, как хотят, не вопрос. Да какой не вопрос, блин, мы вообще-то жизнью рисковали. Ковно вопрос сделаем. Вот мы встретили снова полковник. А вот ты он, наш герой, да, ты себе заработал серьёзную репутацию долга. Вот так запросто пойти охотиться на кровососов в одиночку, что действительно так уж стал известен? Ишь ты, хоть бы в шкафу теперь какого-нибудь сперятаться. Да не стесняйся, к Славе со временем привыкнешь. В общем, Дима нам поведал об твоём уговоре. Ты хорошо сработал, мечный. Чёрт возьми, да может ты лучше моих самых лучших ребят. Сейчас экологи отфильтровывают смертонозный газ из нашей базы на заводе. Печально, что эти проклятые кровососы погубили так много народу. Прежде чем давать тебе ключ к лаборатории подростком, я должен тебе предупредить. А в ней что-то вроде короля кровососов. Вот почему мы изначально отпечатали. Там целое гнездо, будь оно неладное. Если ты в самом деле туда спустишься, затолкай за меня это уродище в самый ад, а? Так вот, возьми ключи. Они в твоём распоряжении сталкивают. Блин, как будто нам ключи от машины дают какие-то. Я его, наверное, вывел из себя, когда побивал его детей. Можно бы завершить начатое. Ладно, тогда насчёт короля кровососов. Может быть назовём Дракулу или как-нибудь в этом духе. Вообще, блин, в тему спросил. Интересно, что это он мне так смотрит. Ладно. Так, я вот сейчас вспомнил ещё про одно действие. Нужно поговорить с Воронем насчёт заданий, чтобы прям следующую серию чистой душой начать уже около Х-14. Такого найти ещё нужно. Ну да, я что-то позабыл, где он находится. Но сейчас, я думаю, сориентируемся, я вспомню. Так. Нет, не вот здесь. А, вот здесь точно. Надо запомнить, что рядом с входом сюда находится телефонная будка. Вот, пришли. Отлично. Так что, я могу вступить в долг? Ты выполнил задание. А тебе что, не доложили, что ли? Хорошая работа стал, Киритетс. Наснилось до 4 тысяч. Да блин, да почему? Мне же сказали, что я теперь стал уважаемым среди высших людей долга. Уважаемым чисто вот настолько, насколько стоит эта скидка. Блин, могли бы вообще мне бесплатно взять. Я же им помог. И ещё при этом прославился. Я не знаю, они вообще должны были меня с честью принять. Они должны были себе заплатить. Действительно, они должны мне хотя бы заплатить были. Ну ладно, вступаем тогда к этим неблагодарным. У меня есть деньги. Теперь я должен привести присягу долга. Повторяй за мной. Давай. Блин, даже читать это не буду. Кто хочет, прочитайте. Никто не хочет. Да, мне кажется, никому это интересно. Отлично. Тебе ты официально зачислен в ряды долга. Тебе, как новичку, полагается немного. Я только база снаряжения и с честью носить в звание бойца долга. Пока что там командиром буду я, но если кто-либо из наших попросит о помощи, никогда не отказывай. Один за всех, все за одного. Я рад быть честью долга. Ну, отлично, зато получили броню долгу. Как новичку, блин, обалдеть, просто не встать. Смотри, разница у них всего лишь в тысячу. Значит, наверняка он защищать будет не настолько уж сильно. Мне кажется, разница в цене это из-за того, что Заря маленько потрёпанная была. Не знаю. Хотя нет, вроде бы нормальные показатели. На 50%, на 40%, а это на 30%. Ну ладно, вроде бы показатели хорошие. Надеюсь, нас купят эту фигню. Потому что она уже потрёпанная до Заря. А, купят, зато ещё при этом за 10 тысяч. Из 13. Красота купилась. Вот смотри. Получается, минус 4 тысяч, то есть 6 тысяч. И, грубо говоря, бесплатный конвес, да? Ну вот. Может быть, его тоже продать. Бегать с курткой новичка. Ну ладно, вроде бы мы все тут задания выполнили. Следующая серия начнём прямо у входа в X14. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем заходить в официальную группу нашего сайта. На наш сам сайт stalkergc.ru. Ну а с вами был Редмонд и... Дизайз. Всем удачи и пока. Нету, мляж, жизни в натуре, нигде нету. В городе Минтышмана тут салабоны гонят. На, и чё б за бодяжить, жрать охота, песец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова